СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПАТРУЛЬ КОРПОРАЦИЯ РОСНЕФТЕГАЗ Пассажир Лиаза – женщина 1972 года рождения. Пострадала в этом столкновении, не удержавшись на месте. В Лабетнанге ребенка ударило током, как сообщает окружная полиция. 11-летний мальчик прыгал по гаражам, где схватился за провод в момент неудачного приземления, в результате чего получил ожог правой кисти. С родителями ребенка провели разъяснительную беседу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Таркас-Оле будут судить женщину за хладнокровное убийство мужа молотком. По данным следствия, ночью 31 марта 2020 года в селе Самбург Пуровского района обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Позже силовики выяснили, что накануне вечером 30-летняя супруга, потерпевшего во время ссоры, избила мужчину молотком. Удары она наносила по голове. Супруг скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы, сопровождающейся ушибленными ранами головы. Обвиняемую заключили под стражу, дело передано в суд. В Тазовском районе осудили парня, который напал на полицейского. Все произошло еще в апреле, когда компания молодых людей решила отдохнуть с алкоголем на крыше. Но не отрегулировала свой уровень шума. На место вызвали полицию. В ответ на требование успокоиться, юноша ударил кулаком в лицо полицейского. Дело дошло до суда. И, как оказалось, это не единственная судимость парня. Ранее он убил человека, превысив самооборону. В ходе предварительного следствия в судебном процессе юноша раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию раскрытия преступления. Учитывая, что в мае 2020 года в отношении осужденного судом вынесен обвинительный приговор, по которому ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, по совокупности приговоров суд назначил ему окончательное наказание в виде двух лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима. В Лабетнанге осудят мужчину, которого обвиняют в клевете в отношении судьи. Так, в прошлом году на открытом заседании рассматривалось дело по обвинению двоих мужчин. Один из них, ранее неоднократно судимый и уже отбывающий пожизненное наказание, решил выступить с ходатайством. В нем он заявил отвод судье от рассмотрения уголовного дела, мотивировав отвод ложной информации о причастности судьи к коррупционным преступлениям. Это уголовное дело направлено в суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин 99-97